здравствуйте друзья меня зовут александр паснова эту красотку зовут хоя розита ну можно просто розочка это у нас сегодня будет обзор сорта не буду долго рассказывать про хой рассказывал очень много чем-то она напоминает по листьям тот самый распространенный восковой плющ который был всегда в советское время в очень многих заведениях но с одним отличием он у нее более узкий то есть лист примерно 7-8 сантиметров в длину и где-то сантиметр с небольшим в ширину характерная особенность данного сорта видите такие белые вкрапления по всем листьям и темный лист с бордовой окоемочкой может быть она поэтому и называется розита потому что новые листики видите у нее вылезают розового цвета когда вы начинаете паниковать виде новые листья у многих растений пишите мне что делать что делать он розовый он светлый он там еще какой-то это естественно младенцы тоже рождаются но немножко отличаясь по виду от взрослого человека и это вообще нормальный процесс для всей живой природы поэтому новые листья у него такие розово-коричневые это не болезнь не проблема никакой вообще истерики быть не должно белые вкрапления видны темный край виден со временем она позеленеет что характерно у нее с обратной стороны листьев тут есть тоже кое-какие вот местами вкрапления это тоже не болезнь не вредитель то есть это какие-то такие как восковые штучки ну не знаю для чего ей это нужно но для чего-то и это явно нужно примерно как у фикуса у основания бенджамина такие вот тоже есть восковые штучки не надо их шкрябать лечить ее ни от чего не надо вот все с ней вот это хое полностью здорово любителям размножения черенкования на сама за себя говорит как ее можно черенковать черенковать ее можно очень просто отрезаем втыкаем землю и она растет вот собственно весь секрет света много я думаю что она может выдержать и прямые солнечные лучи но только при желательно приучить ее к ним я уверена что она цветет и цветет неплохо скорее всего ну такими же нежными восковыми цветочками как ее сородичи либо белыми либо розовыми не увлекаемся с размерами горшка если хотим увидеть ее цветущие растению на сам пельная но конечно же вы можете постоянно стричь укоренять и тогда у вас будет просто определенной длинные макушку настоящими стебли не будут ни в каком варианте потому что у нее очень мягкий ствол гибкий то есть это все таки лианка забываем все что вы слышали раньше про лианы и про противопоказания заведениях дома все это неправда все врут злые языки лианы прекрасные для вертикального озеленения для каких-то подвесов на окна когда уже на самих окнах места не хватает макромышечки я вам уже рекламировала но вот видите вот есть даже двойные макромы можно заказать себе под размер куда можно сразу 2 хой посадить разных сортов они будут прекрасны такие темно-листные сорта хой на мой взгляд очень хорошо смотрится с пистра листами вот там у нас например стоит хой триколор и вот вместе они на контрасте видно нет вот они очень хорошо гармонируют и одна подчеркивает красоту другой поэтому поэтому все не ограничивайте себя любите себя любите цветы обзаводить новыми видами потому что самое главное покупать растение не потому что вы увидели у меня его в ролике потому что он действительно подмигнул и сердце у вас забилось быстрее вы говорите я его хочу но не потому что я увидела в инстаграме не потому что она модная не потому что не потому что просто потому что ваше сердце на него откликнулась вот в этом случае надо брать и нести домой а не приходить через два месяца говорить у вас такая красота тут стояла где она я так хотела так хотел теперь мое сердце разбито не откладывайте жизнь на потом живите здесь и сейчас итак это были я александра паснова и хоя розит абсолютно прекрасное нежное ампельное создание благодарим вас всех кто досмотрел это видео до конца и же и надеемся встреч до встречи